Британский принц Уильям и его супруга Кейт сегодня отмечают деревянную свадьбу. Герцог и герцогиня Кембриджские поженились ровно пять лет назад. Пара обменялась клятвами 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. За церемонией наблюдали около двух миллиардов человек по всему миру. О встрече с принцем Кейт, как и миллионы девочек по всему миру, мечтала с детства. Но так уж сложилось, что только ее сказка стала былью. А над кроватью висел не просто портрет наследника британского престола, принца Уильяма, а будущего супруга Кейт Миддлтон. Их судьбоносное знакомство произошло в 2002 году в Сент-Эндрюском университете в Шотландии. Желтые СМИ позже пишут, что родители Кейт специально отправили ее в это учебное заведение в надежде на знакомство с королевским отпрыском. Молодой принц хоть и имел отдельную комнату с пуленепробиваемыми окнами, но от общения со сверстниками не отказывался. Кейт он заметил на благотворительном показе, где студентки выступали в качестве моделей. Купидон в тот вечер поработал на славу. Их стали часто видеть вместе. Кейт была приглашена в Вензорский замок на празднование совершеннолетия принца. И вот они уже отправляются в романтические путешествия, стыдливо называя свои отношения приятельскими. В 2006 Кейт получает приглашение от самой королевы Елизаветы II на рождественский ужин. Позже семья Миддлтон среди гостей на торжественной церемонии вступления в армию принца Уильяма. Впоследствии именно службы и разъезды стали причиной разрыва отношений. Кейт не выдержала постоянного отсутствия возлюбленного. Несколько месяцев принц от души погулял, но чувства взяли верх, и он попросился обратно. Впрочем, предложение руки и сердца последовало только через три года. На пальце Кейт оказалось заветное кольцо, принадлежавшее когда-то всенародной любимице, принцессе Диане, матери жениха. Пышная королевская свадьба транслировалась на весь мир. Гостями церемонии стали 650 очень важных персон. После праздника внимание Кейт стало еще более пристальным. Теперь все ждали наследника и обсуждали худобу герцогини. Некоторые даже подозревали анорексию. Миддлтон действительно похудела на четыре размера за месяцы подготовки к свадьбе. Стресс. Известие о беременности Кейт подоспела в канун новогодних праздников. В декабре 2012-го, 22 июля 2013-го, Кейт и Уильям вышли из больницы Святой Марии, держа на руках мальчика. Сын британских монархов получил имя Джордж и стал третьим в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза и отца принца Уильяма. Спустя два года, 2 мая 2015-го, на свет появилась дочь Кейт и Уильяма, принцесса Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская. В последние дни в прессе активно циркулируют слухи о том, что Кейт вновь беременна. И на этот раз двойней.